подгузники это невероятно удобная вещь в быту порождает невероятные проблемы для цивилизации и я даже вовсе не о том что впитывающие подгузники разлагаются в природе 250 до 500 лет вы ведь этого не знали и даже вовсе не о парниковом эффекте для мальчиков в результате которого они становятся бесплодными нарушается андрогенная гормональная деятельность мы все-таки про счастье говорим как вы думаете что испытывает малыш который писает во впитывающий подгузник правильно почти ничего какие ощущения от зоны промежности никаких какие межнейронные цепи сформируются в мозге отражающие связи ощущений с эмоциями и пониманием происходящего момента ответ очевиден почти никаких а если вдруг что-то нарушит покой и удобство так и хочется добавить деревенского кладбища например мама видящая переполненный подгузника желающие его сменить то какие эмоции у чада она вызовет а теперь давайте задумаемся о перспективе что будет с чадом в дальнейшем плохо ощущаем промежность а потому с трудом воспринимающие уход и заботу о себе что будет происходить с половой самоидентификации какие ощущения во взрослой интимной жизни насколько будет счастлив такой человек и тогда какие появляются мысли глядя на мальчиков похожих на девочек и наоборот туалеты для лиц с неопределившейся половой идентификации что самое интересное у таких людей не прошедших положенной физиологии этапы не сформировав в своем мозге связь ощущений и соответствующих действий для удовлетворения своих потребностей в своей личной реальности проблемы не ощущают насколько будет счастлив такой человек который не ощущает свои потребности и соответственно не может ее удовлетворить и все объяснения о странностях своей жизни придумываются от ума это модно это свобода выбора так все живут так надо и прочая чушь впрочем это весьма удобно если вы хотите контролировать численность населения а теперь давайте поразмышляем об обычном малыше который испачкал обычный подгузник понятно что через какое-то время малыш будет испытывать неудобство раздражения промежности которую он будет ощущать заявит о своих неудобствах естественно криком он же не может сказать родители я тут обделывался мне бы в порядок себя привести для него для малыша это вообще все новое надо еще как-то научиться со всем этим жить и для себя малыш открывает ого в этом месте тоже происходит какая-то жизнь там есть какие-то ощущения а если это все помыть привести в порядок наступает блаженство а если вовремя сходить на горшок как вы думаете какая жизнь будет у такого человека и теперь на фоне этих размышлений что вы думаете о так называемых боданиях психологов о том когда надо отменять впитывающие подгузники в возрасте одного года двух лет до четырех лет норма и прочее